Трансфузионная помощь Трансфузионная помощь Трансфузионная помощь Трансфузионная помощь Тоже на высоком уровне за счет хирургической помощи. А тромбоциты на втором месте за счет того, что у нас есть отделения гематологического профиля, в том числе детские. Здесь представлена потребность по отделениям. К сожалению, почему-то не подгрузились колоночки с названием. Тогда я их озвучу. Первая колонка – таракальное отделение. Вторая колонка – абдоминальное отделение. Третья – гинекология. Четвертое – отделение головы-шеи. Как видите, одна из самых низкопотребляемых локализаций. На высоком уровне, на пятом месте, это отделение урологии. Как уже предыдущий докладчик нам сказал, что все-таки мы иногда используем трансфузии эритроцитов до операции. Но, как вы видите, до начала лечения успевают получить такую помощь совсем немного человек. Что касается отделения головы-шеи, за последние 15 месяцев это был всего один пациент. Основная доля трансфузии приходится на послеоперационный период и на ранний послеоперационный период. И в большинстве случаев это связано с анемией исходной. Здесь представлено абсолютное число пациентов за последние 15 месяцев, которые успели получить трансфузионную терапию в день госпитализации, либо на следующий день после госпитализации перед операцией. Структура службы крови в нашем учреждении организована следующим образом. У нас есть свое отделение переливания крови с кабинетом трансфузионной терапии, которая в основном занимается заготовкой гемокомпонентов, производством гемотрансфузионных средств и передачей их для клинического использования. У нас нет круглосуточной трансфузионной службы. И врачи-трансфузиологи это врачи отделения переливания крови. В основном трансфузией занимаются в отделениях штатные врачи, дежурные врачи и врачи отделения анестезиологии реанимации. Они все проучены и имеют большой опыт использования гемокомпонентов. Медицинские сестры и младший персонал тоже непосредственно принимают участие в трансфузионной терапии. Мы руководствуемся с 2020 года новыми приказами Министерства здравоохранения и постановлением правительства, которые нам предписывают, как организовывать трансфузионную терапию и как переливать пациентам кровь. Обязательным приказом руководствуемся об организации трансфузионной терапии именно в учреждении. И учитывая то, что у нас отсутствуют либо не полностью охвачены клиническими рекомендациями правила, показания к трансфузии, мы разработали стандарты или стандартные операционные процедуры, которые утверждены главным врачом и используются для назначения гемокомпонентной терапии. Понятно, что у нас плановое учреждение, плановое оказание помощи, и при плановой гемотрансфузии не так уж сложно организовать этот процесс. Участвуют обязательно минимум два врача, это лечащий врач, который назначает гемотрансфузию, трансфузиолог, который ее согласовывает и обеспечивает, и медицинская сестра, которая осуществляет эту трансфузию. Но плановые трансфузии в основном связаны либо с исходной анемией, либо с осложнениями после операционном периоде. А вот интероперационно это небольшой процент, но тем не менее он не исключен, и половина из этих трансфузий интероперационных связана с исходным уровнем гемоглобина ниже нормы. Здесь участвуют три врача и персонал операционный. Ну и во время вне рабочие часы праздничные дежурный врач, трансфузиолог, зачастую еще и анестезиолог, реаниматолог и медицинская сестра. Как у нас устроена трансфузионная терапия интероперационно? В операционной у нас два ответственных, каждый отвечает за свой этап трансфузионной терапии. Анестезиолог-реаниматолог, который ведет наркоз, он отвечает за определение показаний к трансфузионной терапии, за запись этих показаний в медицинскую карту и контролирует вводимые в пациента растворы и трансфузионные среды. Кто же в операционную приносит гемокомпоненты и проводит необходимые пробы? В идеальном формате это выделенный врач-трансфузиолог, которого в нашем учреждении нет. Эту функцию выполняет обученный врач клинического профильного подразделения или дежурный по операционной. Он отвечает за всю механику, организацию доставки компонентов крови, подготовку, обязательные исследования, проведение биологической пробы. Но вот биологическую пробу совместно проводят с врачом-анестезиологом. Зачем же нужен врач-трансфузиолог? Но вообще согласование о трансфузии прописано отдельным пунктом в приказе 1170 по организации трансфузионной терапии в учреждении. На самом деле врач-трансфузиолог нужен, во-первых, для того, чтобы обеспечить пациента, рецепиента качественными и безопасными гемокомпонентами. Для этого согласовывается трансфузия. К моменту, когда дежурный врач приходит в ОПК в экспедицию за гемокомпонентами, как правило, ситуация уже известна, обсуждено чаще всего по телефону, и трансфузиолог подготавливает гемокомпоненты. Для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить своего пациента при использовании компонентов крови, в каждом учреждении должен быть порядок или организация трансфузионной терапии. Мы приняли алгоритмы принятия решения о назначении гемотрансфузии при хронической анемии или острых состояниях. И надо понимать, что эти алгоритмы – это не стандарт. Он применяется, когда исчерпаны резервы пациента и консервативной театропной терапии. Или когда у нас нет времени принимать консервативную терапию. И алгоритм нужен для того, чтобы мы междисциплинарно, между собой могли мыслить в одном направлении, и с согласованием трансфузии не возникало проблем. В принципе, назначение эритроцитов донорских всегда крутится вокруг трех цифр – 70, 80 и 90 грамм на литр. Это такие контрольные точки. Если пациент нуждается в пребывании в арит и нуждается в интенсивной терапии, его уровень гемоглобина, целевой уровень, должен быть не менее 75. Мы обычно в таких ситуациях принимаем решение о переливании. Если у пациента уровень гемоглобина менее 90 и нет риска кровотечения, то есть мы не планируем операцию, мы принимаем решение о переливании. Если у пациента имеется повышенный риск коронарной патологии или сопутствующие заболевания со стороны легочной системы, и у больного есть атеросклеротические заболевания, возраст старше 65 лет. Мы все-таки примем решение о поддержании целевого уровня гемоглобина на уровне 90 грамм на литр. Если есть риск кровотечения, если мы планируем операцию, и у пациента уровень гемоглобина менее 80, мы, скорее всего, подготовимся к этой операции, проведем трансфузию эритроцитов донорских. Если мы точно знаем, что операция будет сопровождаться массивной кровопотери или быстрой кровопотери, мы будем стараться пациента подготовить таким образом, чтобы поддерживать уровень гемоглобина от 80 до 100 грамм на литр. Если мы знаем, что пациенту не предполагается оперативное лечение, его уровень гемоглобина может быть и 70, и 75, у него нет сопутствующей патологии, у него нет признаков гемической гипоксии, то переливать эритроциты мы, скорее всего, ему не будем. Что касается массивной кровопотери, то количество гемокомпонентов, которых мы будем использовать, зависит от многих факторов и не всегда определяется клиническими рекомендациями. Мы всегда принимаем решения в зависимости от каждой конкретной ситуации, но есть некоторый алгоритм. Назначение эритроцитных гемокомпонентов зависит от исходного уровня гемоглобина и от целевого уровня гемоглобина, который мы применяем для этого пациента. Обычно мы принимаем факт, что одна доза, взвесь или массы, без кровотечения поднимает уровень гемоглобина на 10 единиц и от этого отталкиваемся. Мы должны контролировать уровень гемоглобина. И если у нас кровотечение продолжающееся, мы точно знаем, что в течение часа оно не прекратится, то мы начинаем не с одной дозы, а с двух и более. Что касается определения количества СЗП, мы всегда должны контролировать и понимать объем и скорость кровопотери и ее продолжительность. Наличие исходных нарушений гемостаза и рассчитываем не по дозам плазму, а по весу пациента. От 10 до 15 миллилитров на килограмм массы тела рассчитывается плазма. Но не забываем контролировать показатели гемостаза и клинического анализа крови. Есть еще восполняющий фибриноген, кривый прецепитат. И мы всегда должны при массивной кровопотере вспомнить и о тромбоцитах тоже. Я хочу привести клинический пример пациента, который, если бы не подвергся оперативному лечению, то, скорее всего, ему бы не переливали гемокомпоненты. Это пациент отделения опухоли головы и шеи 61 года, не имеющий заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, доказанных. Имеющий первично множественные заболевания, плоскоклеточный рак кожи, правой ушной раковины. Подвергался он лечению, у него случился рецидив, он пережил лучевую терапию, имеющий множественные очаги базально-клеточного рака кожи на голове и лице. И из сопутствующих заболеваний у него было вяло текущая, мило пролиферативное заболевание, первичный идиопатический милофиброз, протекающий с анемией легкой степени, которую он, в общем-то, ничем не лечил. Перед госпитализацией и планируемой операцией на амбулаторном этапе, когда его смотрел врач-онколог, было отмечено, что гемоглобин 92. Учитывая, что у пациента нет сопутствующей тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы, это вполне достаточный уровень гемоглобина для оперативного пособия. Но в день, когда он поступил и сдал анализы, оказалось, что гемоглобин 72 грамма на литр, а гематокрит 23. То есть анемия на грани средней и тяжелой степени тяжести. Учитывая то, что ему планировалось достаточно большой объем оперативного лечения с микрохирургией, замещение дефекта лоскутом, и учитывая то, что это область головы, все-таки посчитали, что гемоглобин 72 для этого пациента будет слишком низким. Произведена трансфузия одной эритроцитной взвеси, уровень гемоглобина был поднят до 82, и интероперационно он практически держался на этом уровне после операции вечером 79 грамм на литр. В послеоперационном периоде ему дважды производилась трансфузия эритроцитной взвеси. Гемоглобин был достигнут более 80 грамм на литр, и после приживления лоскута пациент был выписан в удовлетворительном состоянии с назначением еще и карбоксимелитозата железа. У меня все. Спасибо за внимание.